О «Властелине колец» поговорим с нашим следующим гостем. Это политолог Борис Тизенгаузен с нами в прямом эфире. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже и мемы посмотрели, и свои домыслы сделали. Окольцован, либо же повязан, уже непонятно. Но факт остается фактом, что кольцо надел только один человек. Это был Александр Лукашенко. Вот остальные по разным причинам отказались. А вот сам Путин понимает, что акция о кольцевании не состоялась? И что СНГ, о которых он, наверное, рассматривал как близких партнеров и друзей, уже не такие близкие? Так самое интересное, что и Путин это кольцо-то не примерил. Но его не заметили, по крайней мере, с вот этим перстнем. Вообще, конечно, история странная. Я понимаю, почему президенты бывших союзных республик не надели эти кольца. Потому что это дичь полнейшая причем. Это же не какая-то цыганская свадьба, простите, при всем уважении к ромам, где дарят какие-то золотые украшения. И все, значит, кто больше подарит, тот и молодец. Я считаю, что это вообще какая-то одна из странностей, которых много в последнее время замечается за Путиным. То есть у него и фразы довольно странные. Я, ладно, я молчу там про то, как он целовал ребенка в живот. Тоже это, ну, примерно вот это равносильно. Говорит, а давайте, мужчины, а давайте я вам подарю золотые кольца сейчас, перстни. И мы все, как в старые добрые времена, как одна команда, знаете, как в американских фильмах, набьем себе одинаковые татуировки, но мы же десантники там и так далее. Это что, это что вообще было? Поэтому я думаю, что, во-первых, конечно же, я бы сразу на экспертизу это колечко отправил. Мало ли что там, и как оно, из чего оно сделано. Во-вторых, ну, это чисто дедовский прикол какой-то. Простите меня, я тоже не какой-то этот, как это, злобный критикан людей пожилого возраста. Я и сам таким стану, может, я уже туда приближаюсь. Вот, но это прикол, когда твой дедушка дарит тебе какую-то, я не знаю, янтарную икону. Ты такой на него смотришь и говоришь, дед, у тебя все в порядке с тобой. Вот, поэтому вот это примерно так же и выглядело. Что касается Путин, конечно, он символист. Это тут не отнять. И я думаю, что он не сам придумал, а давайте сделаем кольцо с Новым годом и вот этим всем коллегам подарим. Конечно, не сам. Мне кажется, это какой-то объединяющий, какой-то новый гениальный пиарщик, в кавычках гениальный, конечно. И политтехнолог присоветовал ему такой объединяющий жест сделать. Конечно, он был уверен, что все сразу же пиалят на палец это кольцо и скажут, вот они, мы старая добрая СНГ команда и все, и погнали вперед. Нет, уже давно не так. И это говорит, кстати, о том, еще один очень интересный момент, что Путин живет в своей иллюзии. Он-то рассчитывал на другой эффект, давайте прямо скажем. А эффект получился, прямо скажем, ну, наверное, противоположный. Поэтому я думаю, что таких случаев будет еще много. Путин еще будет говорить очень много странных вещей и про резиновую попу, и там еще про что-нибудь резиновое. То есть потому что он уже, а это же вот как базовый какой-то психоз. То есть вот когда тебе некомфортно, когда у тебя ситуация выходит из-под контроля, ты начинаешь какую-то дичь говорить. Ну, типа там синдром Туретта, например, когда люди кричат, начинают, когда что-то с ними происходит. Поэтому я думаю, что мы будем наблюдать в ближайшее время много странностей от Путина. Но это будет только приближать полное ухудшение его психоэмоционального состояния. А как Путин любит цитировать, все идет по плану, то вот здесь приходит на ум еще одна цитата из песни. Связанные одной цепью, ускованные одной целью или наоборот. Но что-то пошло, да, не по плану. Ну, хотел бы он их, конечно, сковать кровью. Но, слава богу, пока никто не ведется на это. Вообще, вот вы говорите, что он хотел показать команду уху. У меня родилось, что продемонстрировал команду прах. И все мы прекрасно понимаем, что СНГ уже, скорее всего, скорее мертво, чем живо. Путин всегда гордился и выставлял одной из своих заслуг. Вот это вот геополитическое влияние на страны постсоветского пространства. Как вы считаете, хоть какое-то влияние на эти страны у него еще осталось? И, возможно, какие-то из этих стран готовят ему в ближайшее время неприятные сюрпризы? Я думаю, что на какие-то страны, конечно же, осталось влияние. И тут не стоит сбрасывать со счетов и торгово-экономические отношения, в том числе. И помощь, давайте прямо говорить, в обходе санкций некоторыми государствами. Просто мне кажется, что СНГ потерял вообще свою фундаментальную базовую основу. СНГ — это союз независимых государств. Как может быть союз независимых государств, когда тебе постоянно из России пытаются навязать свою повестку, рассказать тебе, с кем ты должен торговать, с кем не должен, какие санкции ты должен принимать, какие не должен, как ты должен вообще себя вести. То есть никакой это не союз независимых государств. Рядом с Россией, точнее в одном объединении с Россией, невозможно быть независимым государством. И это на себе сполна прочувствовали все члены СНГ. И я думаю, что сейчас, когда у Путина стремительно теряется его геополитический вес, они ему возвращают и вернут еще, так сказать, столицей то, что он когда-то с ними делал, как он их унижал, как он принуждал их к определенным действиям. Поэтому я думаю, что Путину вернется все, причем припомнят ему все, даже то, что он, может быть, сам сейчас не помнит. Борис, ну как мы видим, то в СНГ друзей особо не нашлось. Давайте поговорим о Китае. Вот вроде бы уже и страны-партнеры, и, похоже, и дружба крепкая, но летал не Путин, а Медведев летал. А о чем это говорит? Это вообще смешная история, конечно. Ну, с точки зрения дипломатии. Во-первых, когда Медведев прилетел, встречу с ним, все-таки с ним встретился Си Цзиньпин. Но стояли они на фоне одного флага, китайского. А это, с точки зрения дипломатии, прям такой пинок под зад, жесткий. Во-вторых, Путин в это время, примерно в это время, летит к гораздо менее весомому политику, к Александру Лукашенко. Причем не просто летит, а всю свою вот эту свору, свиту собирает, Шойгу, Лаврова. И летят они там о чем-то договариваться с Лукашенко. А вместо себя он посылает Медведева. Ты вообще понимаешь, что такое тонкая восточная дипломатия, основанная на иерархии в первую очередь, где каждое слово имеет свой вес? И ты посылаешь вот этого, простите, Медведева, да, Медведева, который абсолютно положил на все предупреждения со стороны Китая о неприменении, недопустимости угроз ядерным оружием, который постоянно в каком-то пьяном угарном трэше пишет, как он весь мир в ядерную труху размажет. И ты посылаешь этого Медведева. То есть понятно, что Путин понимал, что там, в Китае, его будут унижать. Поэтому он сказал, кто кого меньше всего жалко. О, Медведев, иди сюда. Ты летишь в Китай и будешь там за всех отгребать. Ну, примерно так это происходило. А дальше Китай же, ну, прекрасно понимаем, как это было приятно встретить Медведева, а не Путина. Да и Путина было бы неприятно. Поэтому когда Медведев вернулся, сразу же за ним, наверное, даже быстрее, чем он прилетел, прилетело решение самой крупной транспортно-логистической компании Китая о том, что они отказываются перевозить теперь российскую нефть всеми своими судами. И это еще только начало. Поэтому получили то, что заслужили. А Путин, мне кажется, он уже не управляет ситуацией. То есть вот эта история про горящий велосипед без тормозов, это как раз история про Путина. И он все глубже и глубже закапывает себя в эту самую, если можно назвать, что там дипломатия какая-то хоть осталась, в дипломатическую могилу. Причем со своими уже немногочисленными партнерами, которые хоть как-то, ну, покупают у него его энергоресурсы. Ну, не как-то, а давайте прямо скажем, Индия и Китай там, пользуясь случаем, затаривают под завязку свои хранилища, потому что за бесценок продают. Потому что, в принципе, излишки газа того самого Россия вынуждена уже сжигать, потому что никто не покупает. Да уж, дипломаты от бога, что тут сказать. Ну, смотрите, вы говорите, мальчик для битья, Медведев для Путина, ему его не жалко, но в то же время Путин нашел еще одну должность для Медведева. Тот теперь будет курировать российской ВПК. Что за этим стоит? Как вы считаете, некоторые эксперты уже заговорили о том, что эта операция «Приемник» опять в «Приемнике» запущена, или, возможно, есть другие причины для усиления этого персонажа? Я бы, кстати, не назвал это усилением. То есть курировать в ВПК, где тотальная коррупция в каких-то колоссальных масштабах процветает, и если там ткнуть куда-то пальцем, то там всплывет многомиллионная кража в любом месте практически. То есть курировать в ВПК – это, на самом деле, не благодарность, а наказание, скорее всего. То есть есть в плане, например, такое-то количество танков, ракет, произведенных, не знаю, техники, которые на консервации стоят. В реальности это совершенно другие цифры. Не зря в России горят новые склады, казармы в последнее время часто. Почему горят? Потому что проверка едет, а пожар, он прекрасно прячет вот эти все хищения массовые. И дальше можно сказать, ну, все было, но сейчас нет. Поэтому Медведев, который курирует ВПК, мне кажется, это какая-то гремучая смесь. Он будет ездить там по каким-то предприятиям, куда Путин, кстати, уже отказывается, отменяет визиты. Он будет рассказывать, что дрон китайский с переклеенным ярлыком, вот этим логотипом, это российский дрон. То есть он станет выглядеть еще комичнее. Медведев, который рассказывает про непревзойденный, великий и могучий российский военно-промышленный комплекс, это то еще зрелище будет. Поэтому Медведеву дали, наверное, какую-то задачу, чтобы он просто меньше, простите, трындел в своих соцсетях и меньше нарывался на международные скандалы, обвиняя Грузию и Казахстан, например, в том, что это несуществующие государства. Поэтому Медведева надо занять. ВПК огромен российский, по всей России разбросанные предприятия. Вот давай, Медведев, катайся. У нас, кстати, тоже такой прием применяют, когда чиновник слишком много начинает говорить, и раньше применяли. Его назначают, ему такую разъездную должность, и он катается где-то по городам и весям, благо Россия огромная страна, и где-то там, значит, на Урале, на Уралвагонзаводе или где-то еще проверяет, создает какие-то проверки, грозит своим маленьким кулачком, стучит маленьким каблучком, и, в общем, вот там ему и место. Поэтому я думаю, что это никакая неблагодарность, и преемником Медведев навряд ли станет, он же неадекватный абсолютно. Это даже в России понимают. Борис, но в то же время мы знаем о том, что Путин отказался от общения с прессой, вот эти все его финальные общения перед телекамерами, но Кадыров нет, наоборот, сделал свою прямую линию. И мы сегодня, конечно, видели, как он там отжимался, пытался шутить, но сказал и, что в президенты тоже может баллотироваться, ведь он гражданин Российской Федерации. А как вам такой преемник? Ну, честно говоря, мне вообще казалось, что с Кадыровым что-то не то в последнее время творится, а он вот эти свои выступления записывает, лежа в подушках. Это такое ощущение, что он как-то сильно переедает, еле говорит там, и говорит, о боже, мы там всех победим и Киев возьмем. Ну, у него есть свои поклонники, как ни странно. Только вопрос-то в том, что мнение россиян изменить о руководителе Чеченской Республики можно очень быстро. Давайте вспомним, как судили о чеченцах буквально еще лет 10 назад. Там фильмы целые снимали, что если чеченец, то обязательно какой-то террорист должен быть. То есть они взяли и демонизировали целую нацию свободных ичкирийцев. Я с глубоким уважением отношусь. У меня есть несколько знакомых ичкирийцев, и они абсолютно другие. То есть если нужно демонизировать, в российском кинематографе это сделают в два счета. И я думаю, что Кадыров в качестве преемника, там ведь, понимаете, система его должна принять. Не Путин там один единоличный, или там не российские граждане. Система, вот та самая система силовиков закрытая, военных и олигархов. А, ну, давайте представим, ни Кадырова, ни Пригожина эта система никогда не примет. Потому что они придут и скажут, все, все идет по-новому. Новые правила игры вы все отдаете нам. Ну, примерно так. Поэтому никогда такого не будет. Даже если Путин сам захочет сделать его преемником, даже если он нарисует ему какие-то голоса, я очень сомневаюсь, что Кадыров долго продержится на посту. Даже если принудительно за руку туда привезти. Не зря же он недавно, не так давно просил себе ПВО. И помните этот странный фильм, когда Кадыров говорит, да я уходить собрался. То есть он чувствует что-то, что где-то система сильно им недовольна. А система это очень мощная штука. Система может, мне кажется, даже Путина убрать, если сильно захочет. Потому что в системе это вот 80 олигархических кланов семей. Там куча генералов старых новых ФСБшных, армейских, которые сидят на всех этих потоках и точно их не хотят терять и не хотят их перераспределения. Но это надо было еще уметь такую страну вырастить и взрастить такой политикум, чтобы очередь на твое преемничество напоминала очередь клиническим психиатрам. Спасибо вам огромное за этот разговор. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.